Более 18 тысяч организаций и предпринимателей Тверской области с 1 января перейдут на новую систему налогообложения. До конца этого года юридические лица должны выбрать оптимальный режим уплаты налогов для своего бизнеса. Во всех тонкостях разбиралась Наталья Чекет. Вместо единого налога на вмененный доход предприниматели могут перейти на упрощенную, патентную или общую систему налогообложения. Либо выбрать специальный режим для самозанятых. Однако определиться юридическим лицам надо уже сейчас. Иначе фирму или предпринимателя автоматически переведут на общий режим налогообложения с 1 января следующего года. Те, кто не подался соответствующего заявления, они окажутся на общем режиме налогообложения, который уж совсем не подходит для микропредприятий, которые работали под режимом ЕНВД. Поэтому лучше выбрать сейчас. Чтобы разобраться в выборе альтернативной системы, на сайте ФНС России в разделе «Сервисы» создан информационный ресурс. Здесь сравниваются режимы по нескольким критериям. Налоговая ставка, база, отчетность и период. По каждому из предложенных указана информация, как часто надо сдавать декларацию и платить налог. Если у предпринимателя нет наемных сотрудников и он не занимается реализацией чужих товаров, то ему, несомненно, лучше всего выбрать режим самозанятого гражданина, минимальные налоговые ставки и максимально дружелюбный режим работы с налоговой службой. Наиболее близко к уходящему ЕНВД – это упрощенная система налогообложения. Для перехода на нее бизнесу необходимо подать специальное уведомление по месту жительства или нахождение организации. А индивидуальные предприниматели могут выбрать патент. Этот режим допускается при схожих с ЕНВД видах деятельности. При этом годовой доход не должен превышать 60 миллионов рублей. А численность работников не должна быть более 15 человек. Для того, чтобы перейти, к примеру, на патентную систему, индивидуальному предпринимателю необходимо направить заявление на получение патента в срок 10 дней до начала осуществления деятельности, для того, чтобы получить этот патент. В налоговой напоминают, если предприниматель не позаботится о переходе на другой режим налогообложения до 31 декабря текущего года, он автоматически станет платильщиком общей системы налогообложения. На упрощенную систему нет, то есть до 31 декабря. Но на патентную систему, конечно, можно будет уже и в течение года перейти. Но за тот период до перехода он будет на общей системе налогообложения. Заявление о применении выбранного режима можно подать через личный кабинет, отправить по почте или лично прийти в налоговый орган.